Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше занятие по дисциплине психологии и педагогика. Тема сегодняшнего занятия «Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания». Вначале необходимо определиться с понятием «семья». На слайде вы видите определение. Семья — это социальное объединение, члены которого связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. Следует также отметить, что семья — это малая социальная группа, члены которой связаны кровным родством, семейно-брачными отношениями и ведут совместное хозяйство. такое вот самое, так сказать, распространенное определение семьи. Надо его пояснить. Ну, во-первых, что такое малая группа? Малая группа — это группа, то есть сообщество, которое насчитывает от двух до пятидесяти человек. Таковы вот самые общие рамки. То есть начинается все с диады — два человека, продолжаются триады, и дальше до пятидесяти человек. Разумеется, если мы говорим о больших семьях, то бывают и большее количество. То есть в одной семье может быть и больше людей, если совместно, например, проживает несколько поколений родственников на одной территории, в одном, так сказать, домохозяйстве. Достаточно вспомнить примеры из истории России 19-го столетия, когда женщины рожали и более 60 детей. Это, конечно, редкие примеры, но тем не менее, раз детей больше 60, значит, уже больше верхний предел малой группы пройден. Но тем не менее, это не отменяет общей характеристики семьи, как все-таки малой социальной группы. Потому что, ну, может быть, этот размер расширен до 100 человек, но это уже несколько иная социальная категория. Итак, малая социальная группа, в принципе, большинство семей укладывается в этот диапазон. Далее. Кровное родство, как форма связи членов семьи, или же брачные отношения. Потому что в архаических и древних семьях муж и жена могли быть родственниками, то есть находиться в кровнородственных отношениях, не только отдаленных, но и прямых. Сегодня, в современном мире, так сказать, и уже давно, так сказать, муж и жена не могут быть родственниками, если только очень дальними. то есть, но в основном тогда основная форма их связи – это семейные, это брачные отношения, брак. Далее. Совместное ведение хозяйства членами семьи. То есть они выполняют общие бытовые функции. И, конечно же, они таким образом связаны общностью быта, поскольку живут они на одной территории, в одном пространстве. И, так сказать, это пространство довольно-таки узкое. Они должны это пространство, так сказать, оберегать и выстраивать таким образом, как им удобно. и быт, и здесь имеется в виду, конечно, самое широкое понимание. Это, так сказать, и одежда, и режим дня, и убранство дома, и, так сказать, другие важные вещи, организация питания и прочее. Кроме того, очень важный фактор, как мы можем видеть в определении семьи, это связь ее членов взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. Нужно отметить, что семья — это одна из референтных социальных групп. Референтных, то есть члены этих групп референтных, к которым также относятся государство, конфессия, друзья, нация, этнос, члены этих групп разделяют ценности данной группы, относят себя к этой группе, не сами, поскольку видят в этом какой-то ценностный смысл для себя, и они рассчитывают на взаимопомощь со стороны членов этой группы. Так вот, семья — такая референтная группа, члены, которые по определению обязаны оказывать друг другу взаимопомощь. Причем бескорыстно, то есть это безусловное, так сказать, требование. Ну и, разумеется, связь взаимной моральной ответственностью. Мы все с вами знаем, что сегодня, так сказать, в основном в нашем современном мире речь идет об индивидуальной ответственности каждого. То есть каждый отвечает за свои поступки сам, поскольку он является субъектом действия, и он отвечает, и он, так сказать, эти поступки совершает самостоятельно и сознательно, осознанно. Так вот, в семье такая ситуация невозможна. В семье каждый ее член связан моральной ответственностью с другим. Не может быть так, что один член семьи совершает поступок, а другой член семьи не имеет к этому совершенно никакого отношения. То есть так пространственно, конечно, может быть, но в плане моральной ответственности это практически исключено. Вот, таким образом, семья — это совершенно особенная категория, это совершенно особенное явление, и это первичная социальная группа для всех людей, которые начинают процесс социализации, поскольку первые ступени социализации, то есть включение в культуру, освоение ценностей данного общества, включение в систему деятельности, принятую в данном обществе. Соответственно, первые азы воспитания, первое начальное образование человек получает в семье. Таким образом, можно сказать, что семья — это фундаментальный способ организации социального бытия человека. Разумеется, как уже было сказано, первоначальное воспитание совершается в семье. Только потом человек, достигая определенного возраста, подвергается или получает опыт воспитательного воздействия со стороны общества, со стороны внешней среды и со стороны специально созданных для этого организаций. Семья выступает как воспитательная организация, как форма воспитания, как среда воспитательная изначально. семейное воспитание — это процессы воздействия на детей со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых результатов. Вот здесь перед вами мы видим соотношение двух сфер. Это среда обитания, то есть это среда, в которой находимся все мы. И есть отдельные социальные группы, которые мы называем семьи, и вот в них организована воспитательная среда. Разумеется, воспитательное воздействие, что хочется отдельно отметить, осуществляется не только со стороны родителей, поскольку, как мы сегодня говорим, воспитание — это обязанность родителей. но и со стороны других членов семьи. Это могут быть старшие родственники, а также сверстники, то есть братья, сестры и так далее. А каковы основные задачи семьи в плане воспитания? Задачи таковы. Семья должна создать максимальные условия для роста и развития ребенка, семья является социально-экономической и психологической защитой ребенка. Семья призвана передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и уважительного отношения к старшим. Также семья учит детей полезным прикладным навыкам и умениям, которые направлены на самообслуживание и помощь окружающим. И естественно семья нацелены на воспитание чувства собственного достоинства и ценности собственного я. Как вы можете заметить, основные задачи можно сгруппировать. так например условия для роста социально-экономической защиты, передача опыта это так скажем социально значимые функции. Что касается психологической защиты и ценности собственного я, чувства собственного достоинства, это психологические функции. Итак, перед вами социальные функции семьи. Вы видите шесть функций репродуктивные, материально-производственные, воспитательные, рекреативные, коммуникативные и регулятивные. Поясню, что это такое. Репродуктивная функция семьи заключается в том, что данная малая группа является формой организации биологического воспроизводства человека как вида живых существ. Материально-производственная функция, ее иногда называют экономической, она как раз фиксирует то, что семья является хозяйственной ячейкой, то, что называется домохозяйством, то, что члены семьи ведут общее хозяйство и связаны общим бытом, общие финансы, общие материальные ресурсы и так далее. Воспитательная функция семьи, та, которая в данном контексте является главной, говорит о том, что семья является и средой, и активным субъектом формирования личности индивида, поскольку сам процесс воспитания, как мы с вами знаем, это формирование личности индивида, включая его характер, ценности, мировоззрение, поведение и так далее, а также образ я. Рекреативная функция связана с тем, что семья является средой, в которой человек может восстанавливаться с точки зрения своих жизненных ресурсов. Сюда может быть и совместный досуг, и поездки на отдых, и лечение, и так далее. Коммуникативная функция семьи. Ну, во-первых, даже само понятие общества происходит от понятия общения. люди являются социальными феноменами или имеют социальную природу только потому, что они находятся в процессе взаимодействия. Если человека лишить возможности взаимодействия с другим человеком, он, разумеется, будет в социальном плане деградировать. Так вот, семья призвана обеспечить человеку доступ к социальным ресурсам. То есть, она призвана научить человека общаться с другими людьми, вести с ними диалог, находиться в состоянии этого диалога, включить его в общепринятую систему взаимодействия в данном обществе. То есть, в данном случае акцентирую внимание на том, что семья является и средой, и посредником, посредником в коммуникации человек, потому что маленький ребенок вначале учится взаимодействовать с внешним миром через кого-то. Ну и, разумеется, навыки взаимодействия одновременно он получает с процессом воспитания в семье. Регулятивная функция. Семья это социальный институт, что следует особенно подчеркнуть. социальный институт это такие, выражаясь терминами известного западного ученого Энтони Гидденса, это такая регулярная практика социальная, то есть, различные способы взаимодействия людей, которые приводят к созданию каких-то учреждений и норм. Эти учреждения и нормы каким-либо образом определяют цели деятельности людей, осуществляют мониторинг результатов этой деятельности, определяют отношения людей друг к другу, определяют отношения друг к другу различных социальных групп, формируют межличностные отношения. Все это называется процесс регуляции, процесс регуляции. И вот семья является социальным институтом, помимо всего прочего, помимо того, что это малая группа, это еще и социальный институт, то есть, условно говоря, организация, которая располагает всеми признаками социального института, то есть, у нее есть материальные ресурсы, у нее есть символические ресурсы, то есть, власть, у нее есть ценности и средства воздействия на поведение человека, и семья в данном случае призвана осуществлять воздействие на поведение человека с тем, чтобы он эффективно включался в систему общественных отношений. То есть, если человек отклоняется или его поведение иначе называется девиантным, то семья это социальный институт, который признал вернуть человека в общепринятое русло доминирующей социальной культуры, доминирующей культуры поведения. Итак, вот еще один момент, который нужно отметить в регулятивной функции семьи. Иногда он выделяется в отдельную функцию, это социально-статусную. То есть, семья еще и обеспечивает определенный социальный статус, то есть, положение человека в обществе, выполнение им различных социальных ролей и, разумеется, его мобильность продвижения в системе по социальной лестнице. Какие выделяются типы семей? Типы семей могут быть выделены по различным критериям. В частности, выделяются семьи по семейному стажу супругов. Вы видите, что стаж это различная длительность семейных отношений. В частности, можно выделить семьи молодоженов, которые только что вступили в брак. Ну и, условно говоря, это до трех лет семейной жизни. Молодые семьи тоже это семьи, так сказать, примерно в районе, в диапазоне двух, трех, пяти лет. Семьи, ждущие ребенка тоже считается, что это семьи, которые уже обладают определенным семейным стажем. семей среднего супружеского возраста от трех до десяти лет и семьи старшего супружеского возраста это от десяти лет и выше. Ну а выделяется еще одна категория, это пожилые супружеские пары. Конечно, это условное выделение в данном случае, но это пары после того, как дети их вступают в брак. конечно же, повторяю, это условное выделение, потому что ну может быть так, что там дети какой-либо супружеской пары достигли восемнадцатилетнего возраста и вступили в брак, а их родителям ну в районе сорока лет их, конечно, трудно назвать пожилой супружеской парой, но тем не менее вот такая социальная такая категория, потому что в общепринятом смысле средний возраст вступления брака это примерно 22-25 лет, ну вот это, соответственно, семьи с большим стажем. По количеству детей выделяются бездетные, однодетные, малодетные и многодетные семьи. Ну, многодетные семьи это в том числе и юридическая категория. Действительно, это семьи, в которых есть три и более детей. Следует также отметить, что это не исчерпывающая классификация семей, поскольку существуют и другие классификации, выделяет также нуклеарную семью. Это семья, в которой присутствуют родители и несовершеннолетние дети от слова нуклеус ядро. Выделяет также многопоколенную семью, то есть это семья, в которой совместно проживает несколько поколений родственников. Также семьи бывают моногамными и полигамными в зависимости от количества одновременно существующих брачных союзов. Бывают семьи полные, неполные, искаженные. Полные семьи, в которых соответственно представлены все, закрыты все социальные позиции родителей, дети, неполные, в которых не закрыта какая-то социальная позиция, отсутствует один из родителей, или может быть это бездетная семья, и искаженные семьи, в которых позиция закрывается каким-то пришедшим вновь принятым членом семьи. Либо это у женщины новый муж, либо у мужчины новая жена, соответственно так приемная отец или приемная мать, или может быть приемные дети, искаженные семьи. Итак, классификации семей повторяют достаточно много. Теперь следует акцентировать наше внимание на принципах семейного воспитания. Итак, прежде всего самым важным принципом является гуманность и милосердие к растущему человеку. Конечно же, этот принцип сформировался не сразу. Здесь, конечно, приходит на ум спартанское воспитание, когда система воспитания была нацелена на выживание сильнейших. Однако, как мы понимаем, данная система его воспитания оказалась социально неэффективной. Социально неэффективной. И тогда стал формироваться принцип гуманности. Гуманность в данном случае предполагает, во-первых, признание свободы человека и признание его ценности, а также его возможности совершать осознанный выбор моделей поведения. Гуманность. Гуманность отрицает возможность осуществлять насилие в отношении человека. И это насилие отрицается в любых формах, как физическое, так и психологическое. Следующим принципом является вовлечение детей в жизнедеятельность семьи. Как ее, прошу отметить, равноправных участников. Но, разумеется, дети, конечно же, не могут выполнять какие-то функции наряду с родителем. Особенно, если это маленькие дети. ребенка с малых лет, что называется, ребенка приучают совершать какие-то действия, поступки, которые направлены на поддержание благополучия в доме, в семье. Вот, начиная даже с разбора детских игрушек и приучают ребенка к мысли, что это важное действие. Что это важное действие, за которое тот несет ответственность персонально. И что, например, помогая маме убирать дома или совершать еще какие-то вещи, ребенок вносит свой посильный вклад в семейный быт. когда дети становятся старше, разумеется, круг их обязанностей расширяется, ну, потому что, во-первых, выполнение этих обязанностей необходимо, а, во-вторых, тем самым повышается их социальный статус и значимость их действий. Причем эту значимость родители, конечно, должны постоянно подчеркивать, чтобы ребенок чувствовал свою причастность к общему делу семейной жизни. Разумеется, повторяю, с возрастом круг функций расширяется, ребенок уже может принимать какие-то более сложные решения, совершать более сложные действия. Открытость и доверительность отношений с детьми. конечно же, повторяю, в большей степени это относится к современному обществу, потому что в обществе традиционном очень часто между родителями и детьми стояли социальные барьеры, и открытость и доверительность иногда даже не приветствовались. на сегодня мы можем говорить, что это два важнейших психологических элемента в детско-родительских отношениях. Открытость и доверие. Потому что если родители и дети не доверяют друг другу, то в семье складывается неблагоприятная психологическая обстановка. И процесс воспитания тем самым затрудняется. А доверять я, разумеется, могу в том случае, если я открыт ко всякому взаимодействию с членами семьи. Оптимистичность и доброжелательное взаимоотношение. Последовательность в требованиях. Это очень важный принцип семейного воспитания, потому что родители очень часто балуют своих детей. Разумеется, без этого, конечно, не обходится ни в одной семье. Но очень важно, чтобы ребенок в семье, когда уже он вступает в сознательный возраст, понимал требования, которые к нему предъявляются. чтобы его позиция не была паразитической, чтобы он понимал, что он тоже должен что-то давать, а не только брать. И главное, чтобы эти требования были четко сформулированы со стороны родителей. Они должны быть простыми, ясными, и их не должно быть много. сформулировать Самое важное не только сформулировать требования, поскольку родители, конечно же, являются инициаторами выстраиваемых в семье отношений. Они задают, так скажем, правила. Дети, разумеется, должны чувствовать в данном случае сопричастность, но, конечно, родители это основные субъекты и основные субъекты в плане формирования правил. Они должны требовать выполнения определенных поступков, но, повторяю, эти требования должны быть ясные, четкие, их надо доходчиво доносить до детей, чтобы они не только выполняли эти требования, но чтобы они еще сами в будущем могли их формулировать своим день. Очень часто непоследовательность требований является очень серьезным препятствием воспитания детей, приводит к различным формам педагогической запущенности и психологическим деформациям. Ребенок может понять требования, но родитель не готов или не хочет уделить внимание тому, чтобы это требование последовательно выполнялось. Таким образом происходит деформация, но такое состояние мы можем наблюдать при попустительском стиле взаимоотношений в семье. Конечно же, ни к чему хорошему это привести не может в плане формирования личности будущего полноценного члена общества. Такой ребенок вряд ли сможет эффективно адаптироваться в социальной среде. если он не будет понимать и выполнять требования, которые предъявляются в семье, то ему будет, конечно же, очень сложно выполнять требования, которые предъявляются ему со стороны других социальных структур и предъявляются в гораздо более жесткой форме. И еще один принцип это оказание посильной помощи своему ребенку. то есть повторяю, что родители должны находиться в постоянном взаимодействии с детьми и быть готовы им помогать в выполнении каких-то важных семейных функций и выполнении тех требований, которые они предъявляют. Каковы методы семейного воспитания? Прежде всего сами методы это некоторые способы с помощью которых осуществляется целенаправленное педагогическое влияние родителей на сознание и поведение детей. Казалось бы, что воспитание в семье происходит стихийно. В целом вполне вероятно, что это так. То есть родители, разумеется, не пишут никаких программ воспитания. Если они что-то планируют, то это может носить ситуативный характер по мере возникновения проблем. Но в целом, если взглянуть на семейное воспитание со стороны, то можно увидеть, что способы или пути или средства воспитательного воздействия группируются в несколько направлений. Прежде всего, это личный пример. Без личного примера процесс воспитания очень затруднен, поскольку родитель может ничего не объяснять ребенку, а просто совершать поступок, чтобы ребенок видел и, начиная с элементарного подражания, соответственно, воспроизводил. Разумеется, родитель при этом должен быть авторитетом для ребенка, потому что, если авторитет родителя мал, то вряд ли личный пример будет эффективен. может так оказаться, что это будет анти-пример или контр-пример, что ребенок в более старшем возрасте будет сопротивляться этому примеру. Такое тоже возможно, но вот для этого существуют различные воспитательные ситуации, когда к личному примеру к демонстрации определенной модели поведения со стороны родителей присоединяется объяснение. То есть родитель в воспитательных ситуациях поясняет свои действия ребенку. Следующим важным методом является убеждение. Это более сильная форма объяснений, когда родитель не только разъясняет собственные действия, но он стремится добиться от ребенка желаемой модели поведения. Родитель ставит определенную цель, он хочет, чтобы ребенок действовал определенным образом. Но поскольку личный пример недостаточен, объяснение простого недостаточно, тогда действует уже убеждение. Он заключается в том, что родитель побуждает ребенка действовать определенным образом, давая совет, рекомендации и внушая, то есть приводя аргументы, почему это действие необходимо совершать, почему оно хорошо и правильно. Соответственно, разъясняя свою позицию, получается выстраивается некая система, личный пример, плюс воспитательная ситуация, плюс убеждение, то есть когда родитель разъясняет свою позицию, рекомендует ребенку, настаивает на своем, настаивает на своем. Есть ситуации, когда родители должны настаивать на определенной модели поведения детей. И соответственно, когда воспитательная ситуация доходит до этого момента, тогда возникает два очень важных крайних метода воспитания, это поощрение и наказание. Соответственно, поощрением мы добиваемся закрепления определенной модели поведения, а наказанием мы добиваемся того, что нежелательные для нас действия ребенок в принципе в будущем не станет совершать. Для того, чтобы поощрить, используется, как правило, похвала, одобрение или поручение, прямое поручение со стороны родителей совершить какое-то действие полезное, положительное. наказание это отстранение отважного дела, замечание и лишение удовольствия. Здесь очень важно понимать, что наказание это не физическое, не телесное наказание, никакое не психологическое давление, а это, как правило, лишение удовольствия. То есть чего-то достаточно значимого для ребенка, без чего он какое-то конкретное время может обойтись. При этом нужно четко понимать и разграничивать лишение удовольствия и насилия. То есть лишение удовольствия это, повторяю, временный запрет на что-то, которое вводят родители до того момента, когда ребенок будет выполнять необходимые требования. Как вы понимаете, никакие ремни, розги, кулаки здесь не сработают. Это, во-первых, негуманно, не говоря уже о том, что это запрещено, но и в общем это наносит ущерб семейным отношениям и внутреннему миру ребенка. Да, собственно говоря, и родители тоже. Каковы стили взаимоотношений родителей в семье и детей? Детско-родительские взаимоотношения. Выделяется два основных стиля. Взаимоотношения это демократический, контролирующий. При демократическом стиле достаточно много родителей и дети общаются. Имеется в виду вербальное общение, постоянный диалог, любые семейные вопросы обсуждаются. Родители постоянно готовы прийти на помощь и стремятся в воспитании какой-то объективности, если это может быть названо объективностью. То есть стремятся не просто положительно оценивать и поощрять ребенка, а давать какие-то оценки с тем, чтобы создавать зону ближайшего развития, чтобы все время побуждать его к росту. К самостоятельному росту. То есть это очень важно, что на ребенка при демократическом стиле взаимоотношений очень рано возлагается какая-то ответственность. и это делает его старше и приучает, конечно же, к жизни в обществе. Второй стиль это контролирующий стиль. Он предполагает, что родители постоянно ограничивают ребенка, но при этом они понимают смысл этих ограничений. Требования задаются достаточно жестко, причем дети признают эти требования справедливыми, но так сказать свободы в действиях здесь несколько меньше, чем при демократическом стиле, и разумеется ответственность ребенка не так высока. Каковы стили семейного воспитания? Повторяю, стили взаимодоношений родителей и детей отличаются в данном случае от стилей воспитания, потому что воспитание это процесс осуществления целенаправленного воздействия со стороны родителей. Авторитарный стиль это разумеется властные родители и подчиненные дети. В чем плюс такого стиля и такой модели воспитания? Плюс заключается в том, что дети вырастают послушными, их поведение стремится соблюдать норму, семьями. Но дети, выросшие в таких семьях, у них снижена способность к сознательному выбору и ответственному поведению, потому что существует опасность постоянного стремления переложить перевозить ответственность на более сильного члена семьи. Демократический стиль это взаимная любовь и уважение, внимание, забота взрослых и детей друг о друге. Конечно, это не значит, что при авторитарном стиле семейного воспитания отсутствует любовь детей к родителям или родителей к детям. Просто речь идет о том, что плюс демократического стиля воспитания это формирование в ребенке ответственности и способности самостоятельно делать выбор в очень большом пространстве возможных решений. Минус, конечно же, есть минус в том, что в такой семье, в таких стилях, в таком стиле воспитания не всегда можно обеспечить четкое и последовательное выполнение воспитательных требований. И вот это, соответственно, приводит к семейному конфликту. Это ситуация неразрешенного противоречия, в которой члены семьи испытывают острые эмоциональные переживания, находятся в состоянии психологического дискомфорта или пытаются решить проблему односторонним порядком бескомпромиссными путями. То есть, конечно же, семейные конфликты возникают по поводу совместной деятельности членов семьи, чаще всего по поводу предъявляемых требований со стороны родителей и нежеланием детей эти требования выполнять, следовать, так сказать, заданной модели поведения. Ну и еще один источник конфликта это, конечно же, необходимость решить какие-то совместные задачи, очень важные, в которых может быть дети не желают принимать участие, стремятся их как-то избегать. Причины семейных конфликтов, которые, конечно же, касаются не только детско-родительских отношений, а и отношений между родителями, между супругами, причинами могут быть эгоизм супругов, то есть сосредоточенность их внимания на себе, на собственной персоне и на собственных проблемах, завышенные материальные потребности какого-либо супруга или обоих супругов, завышенная самооценка, несовпадение представлений супругов о своих социальных ролях, слабое умение общаться друг с другом, такое тоже возможно, вот это, кстати, является в основном наследством авторитарных семей и авторитарного стиля воспитания, несовпадение взглядов на ведение домашнего хозяйства, на воспитание детей и различия в типах темперамента. конечно, вот эти причины необходимо учитывать, поскольку учет и эффективная работа с источником конфликта позволяет гармонизировать ситуацию в семье и сделать процесс воспитания более эффективным, потому что конфликтная семья это очень сложная воспитательная среда, поскольку в условиях конфликта ребенок постоянно находится в состоянии необходимости выбирать сторону кого-то из родителей, и это может приводить к различного рода деформациям. Перед вами небольшой список литературы, которые полезно посмотреть при изучении данной темы, и контактная информация. Спасибо за внимание. субтитры